Добрый день, уважаемые телезрители, радиослушатели. В эфире передача Якутск Сегодня. У микрофона редактор Мария Ким, со мной вместе моя команда за режиссёрским пультом Михаил Эверстов и Мария Сунхалырова. У меня в гостях Дмитрий Владимирович Ковальский, специалист методического отдела «Движение первых» и нашей главной героиней этой передачи Эверстова Анна, председатель регионального отделения Совета первых, ученица 33-й школы. Добрый день. Вероника Устинова, вторая школа города Якутска, секретарь Совета первых регионального отделения. Всем привет. Дмитрий Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Переходим к нашим главным героиням. Анна, Вероника, расскажите, пожалуйста, как вы пришли в «Движение первых»? Ой, ну, в «Движение первых» я пришла уже давно, так можно сказать. Это осенью 2022 года, когда меня как активиста в моей школе пригласили на интенсив «Синергия», который проходил как раз-таки во второй школе. И там нам давали различные задания, такие как сделать свой проект. И я организовала, реализовала свой проект «Ярмарка возможностей». И потом уже вступила в местное отделение города Якутска «Совет первых». Отличное, да, вот практически с самого начала. Да. Анна? Я вот в восьмом классе увидела то, что у нас идёт конкурс... Эх! У нас идёт отбор на... В «Совет лидеров». И я подала заявку, мы вот работали. И в тот же момент, когда я попала в «Совет лидеров», меня сразу в «Движение» взяли. И вот в сентябре этого года я вступила в местное отделение, и вот совсем недавно в оригинальное. И ваша жизнь кардинально поменялась. А по каким критериям принимают в ряды «Движения первых»? В ряды «Движения первых» можно вступить, если у тебя есть идеи, цели, и, главное, мотивация что-то создавать, чтобы развивать как и нашу дорогую республику, и нашу страну. Вообще у нас нет ограничений в том, что вот ты, ты не можешь попасть в «Движение», а ты можешь. Нет, в «Движение» может попасть каждый желающий. И вы всех прямо приглашаете, потом отбираете. Ну и, мне кажется, наверное, уже все в строю, да? Кто пришёл, желание же есть. Главное то, что это дети с 6 до 25 лет, а дальше это уже как учителя, наставники. После 25 лет. Ну и вот к Дмитрию переходим. Это вам не кажется, что вот, ну, как мне кажется, движение, во-первых, это вот что-то забытое, хорошее, вот старое, когда в наши годы, не скроем, да, в наши годы, были пионеры, октябрята, комсомолы. Ну, пионеров я застала, вы застали октябрят. Ну, на самом деле, ключевое отличие то, что пионеры, всё-таки, была очень мощная идеология там, очень тесно переплеталось это всё с государством на каком-то политическом, наверное, взаимодействии между даже уже будущими гражданами. Пусть они и дети, и несовершеннолетние, но, тем не менее, они уже даже частично участвовали как какие-то молодые лидеры политики. У движения, во-первых, нет таких политических каких-то моментов, и вступление в движение не обязательно, и нет такого строгого регламента. Мы принимаем вообще всех желающих. Отличник, хорошист, если у тебя есть стройки, мы на этом внимании не заостряем, потому что учёба – это одна линия, образовательного процесса есть ещё и воспитательная линия. Сейчас это с внедрением нового в ФГУОС, ну, все коллеги уже знают, наверное, что такое ФГУОС, да, федеральный, государственный, вообще образовательный стандарт. Он разделяет сейчас всё-таки обучение, и это отдельная история, и есть отдельная история – это воспитание. Потому что заставлять учителя физики заниматься воспитанием как-то неприлично даже, я бы сказал, потому что это совершенно две разные профессии, и педагог может, в общем, следить за порядком, но при этом он, в принципе, не должен плотно и тесно заниматься воспитанием, и его движение первых частично снимает вот эту нагрузку, поэтому мы принимаем абсолютно всех детей, в том числе детей, которые случайно, либо под влиянием каких-то нехороших трендов или сил, может быть, совершили какие-то противоправные действия, либо, возможно, нарушили устав школы, либо проступ какой-то совершили, и в ранних таких человеческих принятых нормах его считают плохим якобы. И вот этот мальчик, он или эта девочка, всё, плохой, и что с ним делать? Ничего, вот он плохой. Ну, разве так можно? Нет плохих детей, есть плохие поступки, и движение первых никогда ни от кого не отказывается, и мы очень тесно работаем с инспекторами по делам, работающими с несовершеннолетними правонарушителями, и я бы даже в это слово правонарушитель, оно мне не нравится лично, как мне, мы работаем со всеми детьми, и, как я уже сказал, нет плохих детей, поэтому вот это очень такие большие отличия, потому что есть пионеров за плохое поведение, и плохую учёбу могли исключить. Да. Мы в движении исключать никого не то, что не хотим, не можем, и не имеем никого морального права. Вот. Коренные отличия. Но схожесть есть, да, всё равно? Да, мы, сама по себе идея создания движения первых, это идея созидательного характера, мы не хотим ничего рушить, не отказываемся от многолетнего опыта предыдущих поколений, как сейчас очень модно, всё сломать и строить новое. Зачем, когда есть крепкий фундамент, у нас есть до сих пор, слава богу, живые специалисты, которые строили очень мощную систему воспитания в течение 20 лет, это российское движение школьников, это и Джулур, движение по Якутии, президентское движение, которое существовало здесь, да, это коллеги, это люди, которые душу свою вложили и разрушать чей-то труд, и пусть даже пионеры, может быть, их давно и в связи с распадом СССР расформировали, так скажем, да, но при этом всё ещё живы те специалисты, которые, вот, как я сказал, душу отдали, и отказываться от их опыта, это будет просто неприлично. Поэтому мы не рушим на крепком фундаменте, мы просто пытаемся дальше строить, и, надеюсь, мы будем достойны предыдущих деятелей и воспитательной части страны, так скажем. И вот сейчас мы, находясь, я-то извне движения первых, но как житель республики Саха-Якутия, я вижу, какие обороты просто вот так, я не знаю, как вихрем набирает движение первых. Вы уже во всех улусах республики, здесь внутри столько мероприятий. Насколько дети сами приходят, и вот возрастная категория подключается к этой деятельности движения первых? Ну, наверное, девочкам виднее. Да, вы можете про школу рассказать, так будет людям интереснее даже, наверное. Как люди присоединяются к движению первых? А вот вы сами упомянули то, что очень много мероприятий по нашей республике проводятся, и самое главное то, что их проводят дети. Когда их проводят дети, то вот остальные, кто не в движении на данный момент, видят, вау, аниме и ревестники, и они делают такие масштабные вещи. И именно поэтому хочется иступить в движение. Лично я стала именно по такому примеру у себя в школе. Это вот ваши сверстники, вот какой хороший путь, да, они прям идут за теми сверстниками, у которых хочется брать пример. У нас в школе также есть совет, и они очень много мероприятий проводили, очень масштабные, по типу у нас... А вы так пока смотрели, присматривались, да? Ну, у нас мисс и мистер школа проводились в КЦ «Сергиляхские огни», и прям это всё было очень масштабно, и мне прям с детства хотелось помогать им становиться частью такого общества. Такие... Конечно же, родители поддерживают. Да. Но в графике у вас уже, наверное, мне кажется, практически свободного времени нету, да? Да. С такой активностью. График очень плотный, но стараемся и успеваем делать всё, начиная от встречи с друзьями и заканчивая движением. Молодцы какие. А с ребятами из других областей вы дружите? Да, конечно. Вот ещё смотрите, да? А вот если бы не движение первых, мне кажется, такого бы знакомства. Да, это было бы очень... Сейчас, так как... Да. Как раз-таки открылся совет первых оригинального отделения, и вот сейчас у нас по-настоящему есть возможность знакомиться с ребятами из разных улусов и становиться дружиями. Вот, к примеру, в феврале у нас была смена в Сосновом Бару, и там как раз-таки мы познакомились вживую, не вот дистанционно, а вживую. Мы увидели то, что в разных районах есть такие люди. Такие же, как и вы, да, с идеями, со всеми этими мечтами. Это, наверное, очень круто, да, встречаться? Ну, и каждый день мы с ними. Да, Инна. Вчера они до вечера практически были у нас, причём... Да, и позавчера. Да, и позавчера. Ребята, на самом деле, они есть вот это движение. Потому что создавать детскую организацию для взрослых, ну, тоже очень было бы странно. Детская организация, где руководят всем взрослые, это очень, как минимум, странно. Дети, это цель движения, создать для них оптимальные условия. И самое главное, чтобы не мы их куда-то вели, а мы вместе. То есть мы им не командиры, мы их не заставляем ничего делать, думать, или мы можем только предлагать, показывать, какие пути есть в нашей стране, какие возможности есть. А дальше они уже сами должны принимать решения. Вот им нравится это направление. Человек идёт туда. У нас 12 направлений в движении. Поэтому самый главный принцип добровольное, и человек имеет выбирать право, абсолютное право. Никто не может на это влиять. Ну, конечно, родители могут посоветовать, но тут мы уже ничего поделать не можем. Поэтому мы надеемся, что дети сами выбирают себе направление одно из 12. Да, это самое главное, что дети сами выбирают, кем они хотят идти. Это же решает проблему профориентации в том числе. Да. Зачем ломать голову, если вот ребёнок, начиная с 7-го, 8-го класса, а участником, не обязательно быть организатором, он может быть участником проектов, начиная с 5-го класса. Он с раннего детства может уже всё пощупать, всё посмотреть и сказать, в 8-м классе я хочу быть специалистом в такой-то отрасли. И всё. А мы скажем, ух, получилось. И получит только поддержку для не всяких детей. Про ваше направление расскажите. В каком вы направлении? Ну, оно, моё направление, оно на самом деле очень в Якутии развито. Я сам по образованию биолог, учитель биологии. Я в школе проработал 10 лет, учителем биологии и параллельно в воспитательном отделе. То есть, наверное, поэтому я пришёл в движение, потому что вот всё, что здесь происходит, оно связано с моей профессиональной деятельностью. И мне всегда чего-то не хватало. И в движение меня пригласили именно руководить научным направлением. Всероссийский проект «В гостях у учёного» называется. Название, может быть, не такое прямо, чтобы дети когда слышат «В гостях у учёного», у них, наверное, такая мысль, что вот учёный дома в халате, чай стоит, и вот они сидят. А на самом деле я вот пытаюсь как-то проект сделать более интересным. И сегодня вот мы с ребятами целый час по ВКС, ну, в ВКС-то дискуссия была, вот мы всё там обсуждали, как это сделать. То есть я как руководитель проекта могу на самом деле единогласно вот своё решение принять по направлению и детей перед фактом поставить. Ну, разве это не принцип работы с детьми, и особенно в движении первых. Поэтому обсуждение, их мнение, их желание, я их только, наоборот, как будто бы мучаю, призываю, давайте, придумайте, давайте, вы лучше скажите, давайте, давайте. Вот, наверное, они уже, наверное, слушают меня, думают, опять он нас к чему-то призывает. В гостях, в учёбе. Да, и мы никогда не остановимся призывать, потому что это единственное, что могут делать взрослые, призывать детей что-то новое, какую-то новую струю добавить в общий поток, чтобы, возможно, это русло общего страны, именно касающееся воспитания детей, может быть, оно будет двигаться, может, в эту сторону, в другую сторону, может, надо чуть развернуть поток, может быть, нужно сделать ответвление. А как это сделать, если у тебя вот мощная река, к которым многолетняя, вот там столько людей туда вложила силы, энергии и профессиональных навыков, вот она идёт как мощная река, как её куда-то сдвинуть, мы уже не в состоянии, только если добавлять свежую струю, и чем больше вот этих маленьких потоков от детей будет приходить, тем вот это русло реки можно как-то направлять, да, поменять. И результаты мы увидим не сейчас, через 10, через 20 лет, и даже самые такие скептики, которые говорят, зачем это нужно, пускай ребёнок на улице гуляет и сам решает, чем ему заниматься. Ну, если так на самотёк всё бросать, то ничего хорошего, во-первых, мы не получим, а стратегически через 10, 15, 20 лет этот же человек скажет, вот вы ничего не сделали. Поэтому мы результат увидим не сейчас. И почему дети всё решают? Потому что в стратегическом плане только они могут через какое-то время же изменить страну в лучшую сторону. За ними будущее. Да, поэтому мы никак не препятствуем им. И простите меня, уважаемые зрители и слушатели, что я так много говорю. Хотелось бы у девочек спросить, а вот такой вот формат Дмитрия Владимировича, вот как он вам по подаче каких-либо, чтобы вы сами, главное, дети? Да, нас устраивает такое, потому что гораздо интереснее, когда ты сам что-то создаёшь своими руками, так можно сказать даже, и потом видеть результат, а не то, что вот у тебя было задание, ты его сделал хорошо, но сделал, как тебе сказали, нужно будет сделать. Но когда ты вкладываешь каждую частичку своей души в своё дело, это действительно захватывает, и тебе хочется всё больше и больше отдаваться движению и вообще подобным мероприятиям. Ну, только мотивация, ну, такая хорошая просто идти вперёд. Да, понимается мотивация. Вот у нас Дмитрий Владимирович, куратор нашего направления, и мы очень часто встречались по ВКС, чтобы обсудить очень много важных дел, мероприятий. И вот он нас всегда слушал, потом предлагал, и потом мы заново дискутировали и выносили итог, который будет интересен для нас всех. Главное, слушал. Иногда я заходил как гость на их собрание. Они же не знают, какой такой гость. То есть я специально не прописывал, что это я. И это первое время я заходил и молчал. Мог 20-30 минут молчать, и они мне пишут параллельно в социальных сетях, вы где, вы где, вы нас кинули, опять не пришли. А я несколько раз подряд, как будто бы опаздываю, на самом деле я захожу, и слушаю, мне же было интересно, как дети коммуницируют. Они без меня могут. Вот только тут есть маленькая такая вот, маленькая такая точечка, которую нужно стирать, это присутствие взрослого даёт им инструменты. То есть когда вот они что-то планируют, ты слышишь это и понимаешь, они всё придумали, они всё сами могут, но им нужен инструмент. Конечно, у несовершеннолетнего ребёнка вряд ли есть все инструменты, но бывает, что и у них есть инструменты. Но наша задача, если дети вдруг решили из досок сделать, не знаю, сцену, условно говоря, то наша задача обеспечить их инструментами. Для этого нужны взрослые, для этого нужны наставники. Ну и всё. А как они сцену сделают? Пускай учатся, может и Кирилл сделают, в следующий раз подправят, ничего страшного. А ножи с Вероникой? Инструменты, им нужны только инструменты. А остальное у них есть. Я вот тоже в это очень верю. У вас все есть. И вот это движение первых, и то, что такое-то объединение происходит, это только даже на пользу, наверное, скорее всего, нам. Потому что за вами будущее. А в 33-й школе у вас насколько активно в движении первых включаются? В 33-й школе у нас есть два советника-директоров. И когда я была ещё в пятом классе, они собирали актив, школьный актив. Те, кто будут в старших классах, сами участвовать в предприятиях, организовывать их. И вот с пятого класса я выросла сейчас, и сижу тут. И уже у нас есть первичное отделение в школе. Там, где состоят ребята из седьмых, восьмых, девятых, ну и старших классов тоже. И нас, конечно же, зовут на различные фестивали, форумы. Мы туда приходим, представляем нашу школу, ну и сами получаем от этого большое удовольствие. И в школе мы, конечно, делаем тоже полезное. Вот директор сам ко мне подходит, наш Прокопий Дмитриевич, и говорит, Аня, спасибо большое, что вы делаете такие полезные дела для нашей школы и развиваете её ещё больше. И эти слова очень приятно слышать на самом деле. И вы такие большие молодцы. Вторая школа, как у вас? У нас все девятые, одиннадцатые классы зарегистрированы на сайте Движения первых. И все также активно принимают участие. У нас вот есть десятый класс, которые всегда поют, и они всегда также активно принимают участие у нас. У нас вот недавно были выборы президента, и вот это всё сейчас начинает заново набирать обороты. И сейчас всё хорошо. Мы также проводим много мероприятий. Активная, вообще вот скажите, да, активная жизнь, общественная, это огромные эти же плоды в будущем. У нас вот сейчас буквально одна минута до рекламы осталась. И хотела я вот во второй части мы перейдём по мероприятию, которое сейчас у вас проходит, вызов первых. Вы там участвуете? Мы, вот у нас есть в совете участники, которые являются участниками вызова первых, и мы знаем, как там всё проходит. А вы тогда скажите, что вы там? Как организм? Нет, на вызове первых, так как это не наше направление, мы состоим в медианаправлении, мы не принимаем в нем участие. А, всё, я поняла. То есть всё по-серьёзному, и дети всё на себя не берут, много ответственности, чтобы потом просто с ума не сойти. Нужно всё равно по интересам же, если у человека есть вот интерес к направлению, он берёт на себя ответственность. А за всё сразу результата не будет. Мы уходим на рекламу. Не переключайтесь. Уважаемые телезрители, радиослушатели, мы продолжаем нашу беседу с нашими гостями. У нас в гостях Дмитрий Владимирович Ковальский, специалист методического отдела движения первых, а также Анна Эверстова, председатель регионального отделения совета первых, ученица 33-й школы, и Вероника Устинова, вторая школа города Якутска, секретарь совета первых регионального отделения. Продолжим нашу беседу, и мы, опять же, возвращаемся в вот это вот разделение. Я всё наконец-то поняла, у меня лампочка включилась. У вас под знамёнами победы... Победы, ну, наверное... Ну, в том числе, это включилось сейчас такое понятие для всей страны. Объединение идёт активно? Конечно, конечно. И вот то, что вот сейчас девочки нам рассказали, то, что в школе, да, у вас такие уже там... Это как точечные, получается же, да? Да. При 33-й школе, при... Школьное — это личное отделение, а город Якутск и остальные районы — это местное отделение, получается. И вот региональное отделение, которое объединяет все 36 районов. Вот как хорошо, да, они сейчас нам всем объяснили, взрослым, которые вот так, извините, уже не понимают... Потому что они знают, они этим занимаются, они этим живут. И это несёте в народ. Вот спасибо вам большое за это. Про большую перемену. Все большие проекты и организации, в том числе и организации культуры, спорта, здравоохранения, да все, абсолютно все желающие ведомства, муниципальные, бюджетные, в том числе частные организации, могут вступить в движение первых как организации, то есть на базе своей организации открыть первичное отделение. Это может быть театр, который откроет внутри себя первичную организацию, и все скажут, ну зачем, ну вот он же воспитывает всё равно детей, дети приходят в театр. Тут есть другой механизм, что все участники движения первых, которые объединяются, создавая первичку, они имеют, во-первых, доступ ко всем инструментам федеральным в рамках воспитания. И, конечно, что скрывать, это очень важно, это грантовая поддержка движения первых, то есть они могут подать потом как первичка на грант, и разработав программу по работе с детьми, получить от государства субсидию, она может быть различной, про сумму я говорить не буду, всё зависит от сложности проекта, от его сроков, от количества участников. Но поддержка есть. И это очень важно для организации, потому что тот, кто занимается благим делом, конечно, не должен делать это совсем прямо только на одном энтузиазме. Государство поддерживает обязательно людей, которые хотят заниматься воспитанием, которые хотят заниматься детьми. И детьми должны заниматься только люди с кристально чистой репутацией, 100-500 миллионов раз проверенные, с хорошей репутацией. И тогда можно им доверить детей, можно доверить им поддержку, в том числе финансовую. И вот так работает принцип движения. И большая перемена, не исключение. И Орлята России, все-все-все организации работают с движением первых. Это не значит, что мы им что-то навязываем или заставляем. Все мы равные партнёры, мы с удовольствием работаем с любой организацией, которая вступает в движение. И мы не противоречим ни по уставу, ни по воспитательной программе нашей федеральной им, потому что все мы всё равно работаем в рамках общей воспитательной программы Министерства просвещения Российской Федерации, на секундочку, которая всё равно всё чётко прописывает. И там всё написано, как примерно в стране должно идти воспитание, что являются конструктивными вещами, что деструктивными. И так все это работают в такой большой общей связке. Круто. И вообще вот в этом моменте мне так сразу захотелось поговорить о патриотизме. Это вот, наверное, главное знамя, под которым идёт движение первых. Ну, вот тут я... Простите, девочки, да, доверьте... Дмитрию Владимировичу. Да, взрослому человеку. Я почему вот так немножко сразу хочу об этом сказать. Военно-патриотическое воспитание – это одно из 12 направлений. То есть у нас 12. И когда говорят, что движение первых – это патриотическая либо военно-патриотическая организация, это не соответствует действительности. Потому что есть направление. Патриотизм, во-первых, это такое общее слово, большое, крупное, которое каждый видит по-своему, и объяснить его, наверное, никто не сможет. Зато все его прекрасно чувствуют душой и сердцем. Все мы помним, что такое хорошо, что такое плохо. Крошка, сын, пришёл к отцу и спросила крошка, что такое хорошо, а что такое плохо. И каждый в душе чувствует. И поэтому мы, конечно, не можем строить организацию, самую крупную детскую организацию в стране, только опираясь на одном патриотизме. Потому что есть чёткие регламенты различных направлений, у которых разная деятельность. И они все направлены на работу внутри страны, в том числе за пределы этой страны. Есть такие направления, допустим, дипломатическая миссия. Поэтому военно-патриотическое и патриотическое воспитание – это часть работы движения. Но это не является единственным направлением движения первых. Это я вот хочу обязательно сказать всем взрослым людям, которые ещё как-то сомневаются и думают, что якобы мы все тут готовим только к определённому виду деятельности детей. Это не соответствует действительности. У нас 12 направлений, которые учитывают всё. И песни есть, и танцы есть, и культура, и кино, и искусство, и СМИ, и медиа, и всё, что душе угодно. Вот слушать и слушать, да? Вот я поэтому, Дмитрий Владимирович, в гостях учёного. Спасибо большое. В гостях учёного – это направление наука и технологии. Это одно из направлений. И это не значит, что всё движение наукой занимается. Это направление. Спасибо вот за разъяснение для нас, взрослых, да, которые вне движения первых. Но опять же, да, если я захочу вступить туда, я могу прийти. Вы можете прийти и как наставник даже принимать участие. У нас есть СМИ, у нас есть медиа. Прийти и сказать, я знаю, как лучше, и мы скажем. Добро пожаловать. А самое интересное, что вы как наставник можете какую-то практику свою уникальную создать. И если эта практика прямо, как говорится, зайдёт в массы, вы можете быть автором активности проекта, либо направления, которые потом будет вся страна использовать. Ну разве это плохо, когда и взрослый, и ребёнок может своей идеей всю страну взять и сказать, так, не сюда, а вот сюда. Почему нет? Это вообще... Так что вы можете быть наставником движения первых. Я вот сажу, уже начинаю думать. Спасибо большое за вот такие вот разъяснители и такие моменты. Конечно же, мы хотим поговорить, уже приближаясь практически, к сожалению, к концу передачи, о планах. Так, планы, наверное, вообще глобальные. Очень. Сейчас... Сейчас по работе плану Совета первого регионального, да, у нас очень много планов, действительно, и они у нас прописаны на ближайшие полгода. То есть, ребята, вот никто им не говорил, вот вы должны сделать чётко вот так. У нас просто есть календарь праздников, это основные праздники 8 марта, 23 февраля, 1 мая. И, смотря на эти дни, ребята сами составляли мероприятия, которые бы они хотели видеть. И хочу отметить, что вот по патриотизму, каждый раз, когда ребята составляют концепцию, они говорят, что вот, нужно добавить больше национальных символов, чтобы дети и все приходили в национальных наших костюмах. Потому что, ну, нам самим очень нравится. И сейчас молодёжь даже больше слушает якутских исполнителей, нежели чем там с иностранных. Это же правильно. И по плану работы, да, вот ближайшее, могу сказать, что про вашему направлению могу рассказать. Есть, получается, проект «Голос поколения» — это у Миринского района, это дебаты. И мы приняли решение расширять их на региональный уровень. Вот направление, одно из трёх направлений «Познавай, открывай». То есть просто там есть ребёнок из Миринского района, и он сказал, что у нас есть такое. Давайте проведём так же, только уже более масштабнее. Это вот расширение практики. Да, и на всю республику мы просто были брать и расширили. Ученик из Миринского района, так на секунду, да? Да. Ну вы сделаете уточнение, девочки. Уже не просто ученик. Уже молодец. Это член ещё федерального совета Коваленко Дима. Он является там секретарём. И вообще от каждого ребёнка есть большая отдача у нас. Угу. Ну это, наверное, вообще самое главное. Ну это масштаб. Вот ребята с регионального, республиканского совета первых, но есть ещё федеральный, где дети так же со всей страны, с 89 регионов, да, было последнее собрание. Ну вы представляете, 89 регионов отправили своих детей-лидеров, которых дети выбрали. Мы их не делегировали, мы их не выбирали. Что они нарешали, кого они считают своим лидером, того и отправляют. И там уже с президентом страны они видятся, обсуждают. А президент страны является председателем наблюдательного совета. И он уже может просто подойти к любому из активистов федерального совета первых. И просто спросить, ну как там, что происходит, что у вас в регионе, как работать с детьми. То есть мнение, а они, естественно, представители федерального совета могут тоже так же информацию какую-то донести, а он уже её дальше отправляет. Такая система, знаете, некая. Кто-то видит не политику, но разве и плохо, когда с маленькой деревни с севера человек свою мысль отправил в республику. В республике вот они, дети, всё это обговорили, обдумали, делегировали человека. Вот тот поехал в Москву и заявил. Такое мнение есть, такой проект есть. И всё? Поподробнее про Дмитрия Коваленко тогда. Ой, ну, ребята, да вам больше расскажут. Извиняюсь, что опять перебил. Бреника, расскажешь ты, потому что я знаю, что вы в одном направлении. Познавай и открывай. И что ваше направление включает, тоже можно сказать. Наше направление больше развито на именно профориентацию, образование, наука и, конечно же, дипломатические отношения. И вот мы на смене в Сосновом Бару как раз составляли календарный план. Тогда у нас Дима не было почему-то. И вот мы всё это составили. Там дебата была, потому что это вот уметь дружить было одно из направлений. Уметь дружить. Да, и вот когда мы уже представили всему нашему направлению проект, типа вот дебаты, мы хотим сделать. И Дима сразу предложил, давайте вот голос поколения возьмём и сделаем оригинальный. Мы так сделали, и вот совсем скоро это всё начнётся. И мы очень ждём в предскушении. Да, ну... Да, темы там они подбирают, что у нас волосы дыбом становятся. Взрослые так удивляются, да? Ну, они уровень держат, ребята, конечно. Когда я с ними на собрании, я периодически включаю микрофон и говорю, ребята, чуть проще. Потому что они начинают свои собрания, знаете как? Уважаемые коллеги, здравствуйте. Сегодня у нас на повестке очень важный вопрос. Вероника, ты фиксируешь? Вероника включает камеру. Я фиксирую, протокол составляется, ребята. Я говорю, ребята, чуть, пожалуйста, попроще. Зайдите и скажите, всем привет! То есть они проходят ещё и некую школу менеджмента. Вот, да. И не навязанную кем-то. Они сами себя регламентируют, сами себе ставят рамки. И если дети считают их поколение, что есть вот такая рамка, она не навязана, она ими определена. И никто не имеет права сказать, что вот эти дети, и кто-то ими как-то управляет или манипулирует. Они сами себе рамки поставили. Вот они считают, что нужно разговаривать. Так, добрый вечер, коллеги. Ну что, я должен их ругать? Я не ругаю, я говорю, шуточный. Чуть проще, чуть проще. Но при этом разве-то плохо? Про вызов первый ход можете рассказать. Ну вот из-за этого хода работы многие заблуждаются и думают, что первые это какие-то дети-роботы, которые заставляют что-то делать. Но вот я прямо здесь хочу сказать, что это не так, дорогие наши граждане. Да, 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 прощение. И мы первые такие же подростки, такие же дети, как вы, шарим за тренды. А если переводить со сленга, понимаем, все новое. У нас есть друзья, с которыми мы проводим время. Но самое такое основное, то, что у нас есть возможность развивать свои идеи именно в движении и смотреть на мир с другой стороны. У нас уникальные дети. Мы шарим за тренды наши. Конечно. У нас есть ребята, которые могут на миде отстоять, в доте, понимаете, 5 на 5 на 5. И затащить каточку, и без упоминания мамы. То есть это очень современные дети, которые... Они все прекрасно понимают. Сегодня вот на собрании с Кириллом Ахначевским мы разговаривали. Я говорю, ваша задача объяснить сверстникам, что вы такие же дети, просто у вас еще есть дополнительно к вашей жизни какая-то миссия. Миссия, вы хотите что-то лучше сделать. Обедниться и общими силами приблизить какой-то... Для них же в будущем важные какие-то вещи приблизить к реальности. Я очень жалею, что пока я учился в школе. Вот я сейчас тоже сижу и так думаю, в 9 классе я такая не была. Мы всем, чем мы занимались, нам просто говорили, молодец. Ух, и ты стоишь такой... Ну ладно, пойду домой и что-нибудь придумай, чем заняться. В лучшем случае мы посещали спортивные секции, все. А сейчас у них столько возможностей. Ну это вот, видать, пробел нашего поколения 90-е годы. Поэтому движение появилось, потому что мы поколение уже взрослых людей, которым 40 плюс-минус, мы уже понимаем, что мы чего-то лишились, но это ненормально. И следующее поколение должно прожить точно лучше, чем мы, в лучших, чем мы условиях. И страну еще можно сделать лучше. Нет предела совершенству. И если уж президент страны, именно сама по себе должность, президент Российской Федерации лично следит за тем, как дети воспитываются в стране, и сам лично составленную движением первых воспитательную программу, сам лично просматривает. И если он скажет, ну это ужас, что вы тут понаписали, как можно там к чему-то принуждать. И все вот эти установки о добровольном вступлении, о полной свободе, изъявлении мыслей и фантазии, это все утверждал президент. Потом Асен Сергеевич Николаев, он как председатель Координационного совета в республике, то есть в регионах, в субъектах наивысшее должностное лицо, курирует Координационный совет. Асен Сергеевич периодически нас собирает и полностью досконально изучает, чем мы занимаемся, что, как движется. Он в курсе всех событий. Ну и иногда дети там, конечно, критикуют, за что как бы на нас все равно посматривают. Но это дети, у них есть что сказать. И очень хорошо, что органы исполнительной власти и законодательной власти общаются с детьми и слышат их. Ну вы представляете, нас представьте, если чтобы с нами сидел Ильдархан, глава республики, мы могли ему что-то рассказать. Но я вот такого и помыслить даже не могу. Ну вот, не надо собирать в феврале. Вы же там были. Да, на Координационном совете. Да, да. Дети. То есть, да, мне взрослые заседают. Год собрали. Взрослые решают судьбу детей. Дети там находились, как совет первых регионального отделения. И они выступали с докладом. Даже можете рассказать, чтобы не думали, что я придумал. Ну, на Координационный совет нас пригласили как делегатов наших, которые съездили в Москву на второй съезд движения в январе. И также других участников нашего совета первых. Так, ну там мы рассказывали по ходу нашей работы, как мы будем работать в дальнейшем. Потому что, чтобы было представление, как именно дети видят нашу работу, движение, а не от пересказа, опять же, взрослых, да? Извиняюсь. Так, и Ассену Сергеевичу тоже было очень интересно послушать про съезд. Что они оттуда получили, какие впечатления оттуда новые забрали. Жаль, что в наше время, да, Дмитрий, такого не было. Я же говорил, нам времени не хватит. Я говорил. И вот нам времени не хватает. Спасибо большое, что вы к нам пришли. Но мы рассказали только 10% того, что могли нас прописать. Все остальные 90% обязательно расскажете в течение года. До свидания. До новых встреч. Будь в движении. Спасибо. Там в движении. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует...